Нет такого правила, что после шести есть нельзя, как в садике, да? Действительно вести к тому, что человек будет набирать вес. С работы уходим сытыми. В жизни человека, делового, занятого, такая типичная ситуация, когда весь день на перекусах, а вечером плотный ужин. Тут еда и способ насыщения организма, и как антистрессовый такой момент, и в том числе способ для того, чтобы набирать лишние килограммы. Именно этой теме и посвящена сегодняшняя наша встреча с Юлией Антоновой, нутрициологом-специалистом по правильному питанию. Итак, Юля, что можно есть на ночь, и действительно ли вот эта вот формула «не есть после шести» работает до сих пор? Чтобы организовать свое питание в вечернее время, нужно первое – организовать свое питание в дневное время. Потому что если мы не будем весь день есть, мы просто физиологично будем хотеть есть вечером. Поэтому завтрак, обед, они должны быть. За три часа до сна можно есть. Если человек ложится в одиннадцать спать, то получается, часов восемь он может есть. Нет такого правила, что после шести есть нельзя. Если человек ложится в девять спать, то да, он может в шесть поесть последний прием пищи. Какой должна быть еда именно вечером? Вот если человек любит мясо, то я бы, наверное, рекомендовала в большей степени рыбу или мясо взять какую-то грудку, например, чтобы полегче чуть-чуть перевариваться, с большим количеством овощей. То есть оно должно быть вот нежирное точно. И еще бы я рекомендовала перед ужином сделать полдник, как в садике, да. Это какой-то, пусть будет перекус. Сейчас мы это называем перекусами. Потому что если у нас есть перекус, то на сам ужин мы меньше съедим. А если все-таки мы поели правильно, за три часа до сна, но у человека годами выработанная привычка что-то поточить, что называется, на ночь. Можно ли что-нибудь такое вот съесть, чтобы это минимум вреда приносило организму? И что это за продукты? Психологически мы ничем это не заменим, потому что человеку захочется именно пожевать, вот жевательные рефлексы удовлетворить. Если стакан кефира ему подойдет, ему достаточно можно кефир, например, ну либо опять же морковь, либо там огурец, вот что-то такое, чтобы именно пожевать. Тогда мозг наш понял, что мы дали своему организму чего-то пожевать, и он спокойно ляжет спать скоро. Еще одну схему, ситуацию хочу разобрать, со мной такое часто бывает. Обед не вовремя, он чуть позже, а потому он был очень плотный, потому что захотелось есть весь мир, и из-за этого как бы на ужин-то ничего и не хочется. И в итоге ничего не хочется, а захотелось как раз в районе 10 вечера. Вот как этой ситуации избежать, и что тогда есть, если все-таки мы ужин почти что пропустили? Значит, можно сделать какой-то коктейль, который мы можем дома сделать из продуктов. Например, какие-то молочные продукты, если человек молочный не пьет, можно сделать из немолочного молока, сейчас есть такое. Добавить туда немного фруктов или ягод, можно добавить пару ложек творога, этот белок будет, вот, и выпить такой коктейль. Есть такая народная байка, что если вечером съесть яблочко, это очень даже полезно для здоровья зубов. Я, конечно, не берусь это комментировать, но вопрос у меня такой. Вечер и фрукты, как это все совмещать? И вообще, сегодня по поводу фруктов очень много разных теорий, когда их правильно есть, чтобы не набирать еще из них. Не рекомендовала фрукты вечером, либо прям совсем в небольшом количестве. Но так как сейчас у нас сезон, и люди будут хотеть есть фрукты, то лучше съедать их в первой половине дня. Но если человек может себя остановить и съесть там парочку черешинок, ничего плохого не будет. Или там небольшое яблочко, да, пожалуйста. Или треть банана, да, может быть, может быть. То есть вот эта вот история, когда вечером идешь с работы и покупаешь килограмм черешни, она не самым здоровым образом на организме сказывается. Черешня, она еще какая калорийная. То есть она, если смотря сколько ее есть, она может прям действительно вести к тому, что человек будет набирать вес. Могу, кстати, поделиться таким моментом, который я рекомендую своим клиентам. Они заканчивают, у них обед, потом они заканчивают работу, идут в магазин голодный, набирают там много-много всего. Тогда я рекомендую за полчаса до окончания работы что-то съесть, чтобы человек не шел в магазин голодный и не набрал много всего ненужного. Поэтому с работы уходим сытыми. Или хотя бы что-то перекусить. То есть вывод здесь напрашивается только один. Если питание сбалансированное и грамотно организованное, то и вечером переедать просто-напросто не захочется. С нами была нутрициолог, специалист по питанию Юлия Антонова. До встречи.